В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляевой. Сегодня у нас в гостях Александр Пузевич, начальник штаба местного отделения Юнармии в Рязани. Здравствуйте. Здравствуйте. Недавно ряды Юнармии в Рязани пополнились. Какие критерии предъявляются к детям, которые хотят стать вашими членами? Самый главный критерий – это, конечно, желание. То есть мы отталкиваемся от желания детей стать участниками нашего движения. Есть определенная процедура принятия в Ряде юнармицев. Если вы имеете в виду критерии какие-то особые подготовительные испытания, такого у нас нет. То есть у нас предполагается при вступлении в Ряде юнармицев заявление, анкета, медицинская справка, чтобы мы понимали, что у человека нет ограничений по здоровью, или они есть, наоборот, ограничения эти, чтобы мы понимали, в какие мероприятия он может принимать участие, а в какие нет. И на основании этих документов и решения школы, то есть спецсовета или родительского собрания, что они хотят создать этот отряд у себя в школе, мы и принимаем решение о включении их в свои ряды. Сколько человек сейчас насчитывается в Рязани у вас? На сегодняшний день у нас 1180 юнармейцев в городе. Ну у вас как стоит задача, чтобы как можно больше юнармейцев привлечь вот в эти ряды, да? Ну, естественно, всегда у нас, как это получается, хотят, чтобы как можно больше людей включилось в ряды. Но мы, конечно, здесь и в городе, и в регионе нацелены в первую очередь на качество, а не на количество. То есть не гнаться за количеством людей, а целиться именно на то, чтобы вступали дети, заинтересованные в том, чтобы вступающие дети были не просто одними из тысяч, из двух тысяч, которые никто не знает, которые нигде не задействованы, а просто юнармейцы на словах, а чтобы они действительно активно принимали участие в жизни движения. Тем самым мы, я думаю, обеспечиваем им достойное процветание. Но родители никак не участвуют? Или все-таки они вместе с детьми тоже участвуют в каких-то мероприятиях? У нас мероприятия, в первую очередь, нацелены на детей, но без родителей, конечно, ничего не получилось бы. Они активно их поддерживают, они участвуют у нас в юнармейских присягах, присутствуют, когда они проходят у нас в городе, собирают. То есть на этом важном моменте они активно обсуждают и участвуют в решениях по направлению детей на те или иные мероприятия, потому что это вопросы достаточно серьезные. Чему новичков учат в первую очередь? У нас такой достаточно многогранный образовательный процесс. Конечно же, в первую очередь мы делаем акцент на военно-прикладных направлениях. То есть это строевая подготовка, сборка-разборка оружия. Но у нас также большое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного воспитания. То есть мы стараемся привлекать детей на различного рода мероприятия, которые связаны с днями воинской славы, с памятными датами России, привлекать их к просмотру патриотических фильмов, которые в кинотеатрах показывают нашего отечественного производства. И таком образом мы формируем единую личность патриота. Старшеклассники как вам помогают? Старшеклассники – это наша, можно сказать, сила, надежда и опора. Они уже, особенно те, кто вступили в ряды в числе первых, у нас в юнормиях появилось в сентябре 2016 года. То есть получается уже скоро три года будет, как они нам помогают. То есть это уже такой костяк сформировавшийся, с которым уже проведены многие-многие мероприятия. Они уже понимают в целом, кем они хотят стать и что дает именно юнормейское движение и помогает нам в работе с нашим подрастающим поколением, то есть классами, начиная от начальной и средней школы. То есть оказывают активную помощь не только как сами юнормейцы, участники мероприятий, но и как инструкторы. Что они делают, расскажите. У нас есть работа, выстроенная по отдельным юнормейским отрядам. То есть в каждой школе у нас таких 43, которые на сегодняшний день охвачены юнормейским движением, действуют от одного до четырех юнормейских отрядов. И вот старшие классы, где они есть, это в основном командиры, заместители командиров этих юнормейских отрядов. Они устраивают собрание для своих юнормейцев, организуют им как раз вот эти мастер-классы с участием преподавателей, организуют их походы к нашим социальным партнерам. То есть у нас юнормейское движение города, на сегодняшний день 16 социальных партнеров, то есть организации, которые на безвозмездной основе помогают нам выстраивать образовательный процесс. Это воинские части, силовые структуры, учебные заведения наши. И вот они выступают таким звеном надежным, который соединяет штаб юнормейского движения с нашими новичками, которые только прибывают. Принимаете девочек и мальчиков, а девочки чем занимаются? У девочек нет никаких исключений с программой, то есть они занимаются тем же, что и мальчики, и, пожалуй, делают это даже в некоторых случаях с большим усердием, стараясь показать, что они тоже достойны быть защитниками нашей Родины. И они на самом деле достойны. То есть то, как они относятся к этому вопросу, то, с каким рвением они к этому подходят, действительно внушает большое уважение и надежда, что у нас подрастающее поколение все будут равняться на таких юнормейцев. Автоматы тоже разбирают, собирают? Конечно, очень быстро. А какой волонтерской работой занимаются рязанские юнормейцы? Ну, волонтерская работа у нас складывается из наших же юнормейских мероприятий. То есть как волонтеры на отдельных городских мероприятиях мы не участвуем, потому что мы стараемся именно там принять участие либо как организаторы, либо как соорганизаторы, либо как участники, то есть всего этого действия. А юнормейцы-волонтеры – это те, кто обеспечивает именно проведение юнормейских мероприятий. У нас есть свои квесты, у нас есть свои форумы, большое достаточно количество мероприятий в рамках нашей программы, по которой мы работаем. Вот юнормейцы-волонтеры активно помогают обеспечить эти мероприятия все. Получается, что юнормейцы более подготовлены к армии, чем дети, которые не занимаются вашим движением? Они, по крайней мере, очень стараются быть более подготовленными. Есть у нас еще не стоит забывать о кадетских классах, которые также проводят работу по подготовке к военной службе, военно-патриотическую работу. Но у нас уже все кадетские объединения, которые есть в городе, они охвачены также юнормейским движением. Вот, скажем, если брать Центр Звезда детско-юнорский, там кадеты, почти все участники юнормейского движения. В 58-й школе у них тоже есть свой кадетский отряд, который также является участником в полном составе юнормейского движения. Как это помогает, помогают вот эти занятия в дальнейшем выбрать профессию, может быть, поступить в ВУЗ? Нам очень хотелось бы в это верить. Мы проводим большую профитационную работу, то есть для этого мы и привлекли большое количество ВУЗов в работе с юнормейцем. То есть на сегодняшний день у нас активные социальные партнеры являются наши радиотехнические университеты, медицинские университеты, Рязанские государственные университеты. То есть все эти ВУЗы также включены в процесс обучения наших юнормейцев. То есть мед. университет, понятно, готовит по первой помощи, учат юнормейцев оказывать первую помощь. Радио университет, там есть военно-учебный центр, который в этом году подготовил первую группу наших юнормейцев, как юнормейцев-связисты в количестве 15 человек. То есть они на протяжении почти всего учебного года ходили на занятия, там учили работать на радиостанции, история войск связи. То есть такая достаточно была серьезная подготовка. Рязанские государства, наш университет тоже, он готовит как туристов. То есть там турклуб ВИБР есть, и они учат наших юнормейцев именно навыкам основного выживания. Такие походные туристические навыки очень полезны тоже для развития детей. К 9 мая как готовьтесь? К 9 мая готовимся очень серьезно. Программа насыщенная. То есть основной, конечно, момент – это участие в параде. Сегодня как раз одна из репетиций. То есть у нас по две недели репетиции. Тренируемся в течение месяца. Будет репетиция в Дягиле, будет ночная репетиция. То есть все как положено. Юнормейцы, такая коробка в составе 64 человек. Именно профильные отряды юнормейские. То есть это будет юнормейская форма. Еще у нас будет участвовать юнормейцы как кадеты. То есть 58-я школа, она пойдет в своей форме кадетской. Но у них будут юнормейские значки. Это также наши юнормейцы порядка. То есть у нас 200 юнормейцев будет принимать участие в параде в этом году. И как отбирали вот этих ребят? Ну тут отбор был достаточно простой критерием в плане этого. Что, первое, наличие юнормейской формы. Второе, наличие необходимых навыков для участия в параде. Потому что мероприятие очень серьезное. На нас будут смотреть самые главные гости этого мероприятия ветераны Великой Отечественной войны. И хотелось бы, чтобы юнормейцы, которые примут участие в параде, внушили им чувство надежды и гордости, что страна в надежных руках. А это дети какого возраста? Вот две коробки, получается, они, наверное, разные по возрасту, да? Нет, у нас не возрастные критерии были именно при разделении по коробкам. При формировании коробок у нас единственный возрастный критерий – это с 14 лет, то есть это старшие ребята. Потому что достаточно высокая нагрузка, вы понимаете, каждые два раза в неделю по два часа тренировки, плюс ночная репетиция. Не каждый с этой нагрузкой справится. То есть мы детей младшего возраста по этому не привлекаем. И более старшие ребята, они показали себя уже как выносливые юнормейцы. В прошлом году в параде все эти тяготы перенесли, и в этом году мы также ориентировались на эту возрастную группу. В почетных королах где-то будут стоять юнормейцы? У нас есть такое объединение, да, род почетного корола в составе детского юнорского центра «Звезда», на базе которого действует штаб юнормии. Он активно привлекается на несение вахт памяти, на посту номер один, на площади Маргилова. То есть при проведении этих мероприятий также наши юнормейцы будут принимать в них самое активное участие. У нас в целом юнормейцы такие классы несут вахту памяти на посту номер один еженедельно. Мы понимаем, что сейчас учебный год закончится, школа закроется на лето. Летом чем занимаются юнормейцы? Есть какие-то специальные, может быть, лагеря? Специальные лагеря для юнормейцев у нас предусмотрены. То есть планируется у нас проведение на базе детско-юнормейского центра «Звезда» такого, не назвать лагеря, но сборов, когда командиры юнормейских отрядов и замок командиров юнормейских отрядов в течение дня будут заняты различного рода деятельностью, направлены как на их воспитание духовного нравства, так и на подготовку. Также у нас по линии регионального штаба проходит традиционно лагерь юных десантников, но там с датами пока согласуют. Обычно на базе СИЛЕС проходят с десантным училищем вместе. В январе 2018 года у юнормейцев появились свои награды. Вот кто-то из рязанцев награжден уже или, может быть, планируется награждение за какие-то заслуги? У нас с Рязанской области награждены, то есть известно, по крайней мере, о награждениях в Рязанском районе. Вот когда было первое награждение, как раз в 2018 году, у нас с Рязанского района молодой человек был награжден юнормейской доблестью первой степени. И с Михаилова девушка тоже, насколько мне известно, также награждена первой степенью. Это было в сентябре 2018 года. В городе Рязань, к сожалению, пока что наград нет, но есть достойные очень ребята. Дело в том, что там наградная система очень серьезная, и чтобы кандидат, которого предлагают, был действительно награжден, нужно пройти очень много подготовительной работы, ступеней, документов подать. И то последование, а не факт, что именно твоего кандидата отберут, потому что все районы, конечно, все города и все субъекты хотят, чтобы их юнормейцы были этими знаками награждены. Но достойные ребята, которые заслуживают этой награды, у нас в городе есть. Какие планы на следующий учебный год? Планов очень много. Планы, в первую очередь, не растерять все, что мы приобрели в предыдущие годы. То есть у нас с этого года начался учебный активный проект, как квест юнормейский. То есть у нас три раза в год проходит юнормейский квест «Правнение на гвардию». То есть в рамках этого квеста юнормейцы проходят различные испытания, направлены как на их духовный раз, на подготовку, как я уже говорил, так и на военноприкладную. Они там соревнуются между собой, команда города отбирается лучше в различных категориях. То есть у нас одна категория юнормейцы, общеобразовательных организаций, а другое – кадетских объединений. И вот в каждой из этих категорий двух выбирается три команды, которые показывают наиболее высокие результаты. Кроме того, у нас игра «Победа» проходит в этом ежегодно, то есть муниципальный этап. И вот такого рода квеста становится серьезным подспорьем, то есть возможностью подготовиться к этому важному мероприятию. У нас в этом году была возвращена такая хорошая традиция, вы должны быть с ней знакомы, как «Переходящий знамя». То есть было учреждено «Переходящий знамя» на лучший юнормейский отряд местного отделения города Рязани. В этом году его выиграла, или получила, правильнее сказать, была достойная его получения, 40-я школа. То есть она будет у ней храниться год, она принимает с ним, проводятся все патриотические мероприятия. И в следующем году, то есть в январе 2020 года, оно будет снова выставлено на то, чтобы команда за нее, юнормейские отряды за него поборолись, что именно они достойны того, чтобы оно в следующий год 2020 находилось у них. Что касается планов, новых каких-то мероприятий, проектов, хотелось бы нам побольше вовлечь именно наших младших юнормейцев, также в различного рода соревнования, потому что наши соревнования на сегодняшний день рассчитаны все-таки более на старшую возрастную категорию. И нам хотелось бы, чтобы как можно больше младших юнормейцев также были задействованы в такого рода образовательных мероприятиях. Кроме того, нам хотелось бы, чтобы у нас выставился единый образовательный процесс в городе Рязани с участием юнормейцев, то есть чтобы как можно большее количество социальных партнеров также подключилось к работе с юнормейцами, то есть чтобы их количество возрастало постоянно и темпа их работы также увеличилось, чтобы у нас каждый юнормейский отряд был охвачен какой-то рода деятельностью и полезной деятельностью. И на выходе это было не просто участие в юнормейском движении ради участия, а действительно какие-то интересные знания, навыки, воспоминания, чувства приятные. В гостях в программе «Городские встречи» был Александр Пузевич, начальник штаба местного отделения юнормии в Рязани. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова